Это программа 12. Продолжаем. Говорим сегодня об инициативе Министерства Здравоохранения запретить торговлю алкоголем в выходные и праздничные дни. Почему-то компания здесь вся почти из высказывавшихся уже против этой инициативы, хотя, казалось бы, в этой инициативе много разумного. Ну, никто же не говорит, что после того, как ввели ограничения о запрете торговли алкоголем в ночь, это создало всем дикие проблемы желающим выпить. Тех, кто хочет цивилизованно, спокойненько потребить, все нормально, проблем нет. Но я не понимаю, почему мы сейчас говорим о том, что это будет каким-то страшным концом не только для алкогольной промышленности, но и для общества. Так, микрофон у Елены Новгородовой, она будет защищать предпринимателей. И Павел Гетман, который руководитель Лиги торговых предпринимателей, их коснется это, собственно говоря, напрямую. А давайте с Павла начнем. Паш, а вот то, что запретили торговать в ночь, существенно повлияло на доходы предпринимателей? Первое, да, нужно, как бы есть формула успеха любого дела, да, идет из составляющих. Что такое бизнес, да, это соотношение спроса-предложения. И когда вы эту формулу смотрите, да, мы сейчас хотим ограничить что? Предложение. Но спрос-то остается. А если есть спрос, то по-любому будет предложение. И поэтому вот здесь, что бы вы не ограничивали, во-первых, учитывая ментальность России, у нас нигилизм, да, к руководителям. Во-вторых, пройдет, это будет иметь только временный характер, так как общество или спрос не адаптируются к тому режиму, в котором есть. Хотя есть аналитика по продажам алкогольного, и они все еще не разорились. Не разорились. Не разорились. Где-то это, ну, пройдется полгода, в конце концов дома будут стоять заначки, как у многих, там, ящик вина, там, это, и в конце концов мы перейдем модель. Оно не даст этого результата. Я, как отец троих дочек, да, я за то, чтобы минимум употребляли. Количество перевести, может, так, в качество, да. Алкоголь русским нужен, да, мы снимаем стресс. Я даже сам иногда домой приходишь, там, в 2 часа ночи уставший, 2 рюмочки выпиваешь, ты как высыпаешь. Конечно, вопрос другой, если они ставят себе задачу минимизировать алкоголизм, должен быть комплексный подход. Потому что, если человек перестает пить, а мы знаем еще с армией, что солдат без работы, это потенциальный преступник, у него появляется вакуум. Есть уже история в советские времена, когда запретили пить, что у нас поднялся, какой показатель, показалось показатель рождаемости. Потому что это время, когда человек был трезвый, занялся другими делами. Поэтому, забирая, забирая что-то, надо взамен дать что-то. Поэтому я понимаю, я только вот на выходных был в Ливаде. Конечно, я, когда был сильно молодой, я, наверное, участвовал и готов был в это все. Но когда я уже стал отцом и в преклонном возрасте уже, меня это уже начало напрягать, когда люди, ну там очень много спиртного выпивается, это все делается при детях и так далее. Поэтому нужно четко не заниматься популизмом и бить из пушки по воробьям, а выстроить четкую стратегию. Первое. Конечный путь. Курение запретили в ресторанах? Вот я как не курю, мне кайф. Но если я люблю выпить чуть-чуть, если я не буду видеть ночью пьяных, там валяющих, мне тоже будет кайф. Поэтому здесь нужно четко сформулировать позицию сейчас у меня как предпринимателя и позицию у меня как гражданина отца прекрасных трех дочек. Понимаете, вот здесь у меня двоякая. Она различная позиция. Она в том-то и дело, что здесь надо найти золотую середину. Если мы гонимся за прибылью, и продавец же не просто продает несовершеннолетнему сигареты или спиртное, он это делает по указке кого? Собственника бизнеса. Правильно? Ну вот сейчас нет. 99% я вас умоляю. Я вас умоляю. Если в магазине будет стоять жестко, нет продажи. Понимаете? Если продавцу это невыгодно, если он не стоит на проценте из алкоголя, если он увидит, если везде штрих-кода в магазинах стоит штрих-код, и он увидит, что было что-то продано, без руководителя на местах, без собственника, если что-то там происходит, значит он не контролирует свой бизнес. Ну большинство этого было и не может происходить без головы. Если это все происходит без головы, значит человек не управляет своим бизнесом. Так мы сейчас не право управления бизнесом. А мы это вы, пожалуйста, сейчас не право управления бизнесом. Паша, передай микрофон Алексею. Я, конечно же, как любой здравомыслящий человек, я, конечно же, за то, чтобы в нашей стране каким-то образом искоренилось пьянство и алкоголизм. И, ну, в общем-то, исконно почему-то считается во всем мире, что именно Россия, это вот прям средоточие пьянства и алкоголизма. Потому что самый пьющий рынок, это американский. Ну да, и французы очень хорошо тоже припевают, и за обедом даже это норма. Вот, наверное, все слышали о таком эксперименте, когда попросили детей разных национальностей поиграть во взрослых и показать сценке, что делают взрослые, покажите. Ну и там другие дети других стран взяли там портфели, сели и стали имитировать офисную деятельность, пап, мам. А именно русские дети сели дружно за стол, взяли рюмки и стали имитировать чоканье. Вот, есть такое. Ну и поэтому, конечно, мы понимаем, почему наше государство родеет так и придумывает такие законы, чтобы каким-то образом вот внедрить здоровый образ жизни. Лен, не верю я во всю эту ментальность, что это записано где-то на ментальности, на генетическом коде. Ребят, ну, был уже, собственно говоря, опыт 1914 года, когда в России был введен сухой закон. Достаточно первая мировая война, в России алкоголь был запрещен, нужно было промышленность создавать, нужно было создавать кормовую базу для армии, в конце концов. Не очень красиво выразился, но фактически. И ничего. Ну, да, закончилась революция 1917 года, но почему-то, но я уверен, но я уверен, что никакого отношения к запрету пьянства... Саша, все имеет отношение. Потому что вот эта точка кипения народа, она ведь разная. Вот сегодня она такая, а завтра она такая. И от всех политических, государственных решений зависит вот эта точка кипения сегодня здесь, а завтра здесь. Такая вот структура. Поэтому очень даже имеет значение. Ну, я вот просто, знаете, про все эти вот вещи, про эксперименты детские. И я в это вообще... Так замечательно, что наши дети до сих пор сохраняют чувство дружбы. Что такое они чокаются? Если мои дети начнут изображать нас, как ходящих на работу с этими самыми чемоданчиками и говорить, ой, как хорошо там, бюджеты, откаты, еще там что у них там за рубежом. Нет, пусть лучше чокаются сидят. Это что такое? Это же общение с друзьями, это же не значит, что они напьются. Это значит, что они друг с другом общаются. Мы действительно, русские действительно любят друзей, они любят, умеют любить, умеют дружить, умеют сидеть за столью устраивать. Это действительно в нашей культуре? Да, но все-таки от имени бизнеса я хотела бы договорить, что, конечно же, этот законопроект, он не принесет позитивного, такого положительного эффекта вообще на нашу общественность. А на бизнес, конечно, на легальный бизнес, ну, в общем-то, ударит очень серьезно. Лен, как версия. А сейчас мы, подождите, я попробую все-таки услышать версию, что по этому поводу думает медицинское сообщество. Антонина Артюха, психолог, которому приходится отдуваться сейчас, психотерапевт, которому приходится сейчас отдуваться за все это сообщество. Это правда, что у нас в крови, в генах, что русский народ туда не пить не может? На самом деле мы просто культивируем, да, как бы эту особенность, якобы нашу национальную. Но как показывают исторические факты, да, изначально, то есть по истории, русские действительно были не самой пьющей нацией, да. И мы употребляли только слабоалкогольные напитки, да, и до 1300 какого-то года, да, 58-го у нас вообще не было крепких алкогольных напитков. А потом там пришло татаро-монгольское иго, да, которые полностью запретили продажу и употребление спиртных напитков. И как бы полная алкоголизация, да, к нам пришла только в 17 веке, когда стала пить, да, вся Европа, именно Европа погрязла там в разрате, да, в крепких спиртных напитках и так далее. И по поводу ментальности, ну, здесь как бы двоякое значение, да, этого всего. Но я могу сказать, как бы как специалист, да, что действительно, посмотрите на наши сказки, да, Илья Муромец, крепкий богатырь, который 33 года, был парализован, сидел в кресле, да, и взял из рук старцев, да, две бочки, да, причем не бокалы, а бочки какого-то неизвестного слабоалкогольного напитка. Выпил, да, стал настолько могуч, что победил весь мир, да, участвовал во всех завоеваниях, и опять же, как бы любой его подвиг сопровождался потом чем, да, активным застольем. И как бы мы от этого не отходили, на самом деле, этот момент присутствует, да, у нас до сих пор. С чем ассоциируются русские, да, с обильным излиянием, да, что мы должны пить, перепить обязательно всех. До сих пор это, как бы, есть, да, в любом отеле, да, русский, да, должен, значит, перепить, пить, то есть до последнего и остаться на ногах. Нет, проблема, одну секунду, проблема в чем, в продаже выходные, либо проблема в отсутствии, либо присутствии культуры питья как таковой. Может быть, надо делать упор на развитие культуры питья, а не, там, заниматься политикой профессионализма, и все, и все. Ну, хорошо, почему, вот почему нету такой проблемы, там, в Италии, во Франции? Алексей Калашников, мне нужно представить, Алексей Калашников тоже представитель алкогольного лобби, алкогольное лобби. Но дело в том, что меня, как специалиста, это запрет не касается, потому что я представляю канал немедленного потребления как раз заведения, где данная инициатива не будет иметь никаких там сил. Ну да, то есть вам, наоборот, должно быть лучше стоить. Да, вы посмотрите, просто дело в том, что достаточно длительное время, там, с 2000-х годов, продажа алкоголя потихоньку-потихоньку сокращается. У нас очень развита традиционная розница, это магазины придомовые. То есть помните, там, лет 8 назад, какие полки были алкогольные и какие сейчас. А с чем это связано? С тем, что запретили выдавать алкогольные лицензии магазинам. Скажу, с 2014 по 2017 год на 300 лицензий сейчас. Да, а с чем связано? То есть был магазин 50 квадратов год назад, можно было продавать, сейчас нельзя. С чем связано? Магазин какой-то стал плохой, при том, что магазин продает официальный алкоголь, платит налоги. То есть, ну, политика протекционизма, она вот, знаете, схлопывается, схлопывается, схлопывается. То есть, если дальше будет так продолжаться, мы придем к тому, к СССР, к полному запрету. То есть мы, надо не бороться, не бороться. Где же вы, Алексей, в СССР видели полный запрет? Ну там, да, конечно, мы все-таки с Антониной не договорились, закончим эту тему. А все-таки, вот, если не пить, русский человек может не пить? Нет, ну, как бы, естественно, он может не пить. И по статистике, вот, обращение ко мне, да, я хочу сказать, что опасность на самом деле представляют не пьяницы, да, то есть не алкоголики, да, с какой-то уже, с какими-то деструктивными изменениями личности, а как раз-таки культурно пьющие, социально значимые, особенно для подростков, люди, да. То есть это их родители, да, это их родители в первую очередь. Это те люди, которых они видят с экранов телевизоров, да. То есть мы таким образом пытаемся, якобы, да, внести в массы культуру питья, да. Вот, поэтому, как бы, нужно в первую очередь, да, как правильно все сказали, и это направление у нас полностью отсутствует в России, у нас нет профилактики, да, и абсолютно нет культурно, да, так скажем, массового просвещения, да, детей. То есть в школах, да, я не знаю, там, в детских садах, в институтах нужно приглашать все-таки на лекции специалистов, которые бы говорили, да, именно, вот, фактами, да, вред. От одной кружки пива погибает 6,5 тысяч нейронов, да. Одна кружка пива убивает все жизнеспособные сперматозоиды, которые могут восстановиться только через 100 дней. Антонин, ну что вы, знают все люди в Париже и в Риме, смерть – это то, что бывает с другими, это все в пользу бедных, ну правда. Я считаю, что вообще работать надо не с детьми, ну не детям рассказывать про 6,5 тысяч нейронов, если уже говорить про какую-то работу с населением, то нужно работать со взрослыми уже понимающими людьми, простите, оговорка такая. То есть надо работать со взрослыми. Лариса, совершенно правильно сказала про взрослые детей. Сейчас уже в принципе какая-то такая определенная работа, благодаря там развитым нашим ресторанам во Владивостоке есть. Все знают, что сейчас в ресторанах проводятся специальные вечера, где рассказывается про вина, про их отличия, с чем нужно это, с чем их употреблять, с чем пить, что пить, когда ты ешь рыбу или мясо. Кстати говоря, билеты купить на такие вещи можно только после буквально объявления в течение нескольких дней, потому что они пользуются сейчас спросом. Разлетаясь. То есть там, да, людей в такой абсолютно легкой форме учат тому, как это делать правильно. Если говорить про торговлю в праздничные выходные, вот представьте, 11 дней непьющие и непьющая Россия. Вы можете себе такую представить? Легко. То есть новогодние праздники, вот Новый год, это фактически... Они заранее купят стоящие. Конечно. Нет, если человек реально имеет, простите меня пагубную уже, болезнь, да, алкоголизм, то он найдет, где бы там ни запрещали, он найдет у соседней бабушки и все остальное прочее. Вот тут нужно говорить. Если говорить, к примеру, о наших традициях, и вот тут много раз упоминалось СССР почему-то ввиду запрета введения сухого закона, но почему-то все забыли, я еще из детства это помню, что жидкая валюта – это бутылка водки. То есть что-то отремонтировать мастеру бутылку, да, там, перевезти, помочь мебель там при переезде, значит, бутылка знакомому, кто нашел машину, заполнен, забор на огороде. То есть это реально, вот мы, грубо говоря, лет 50, лет 50 мы жили вот по такому, что вот бутылку, и до сих пор вот эта привычка у нас сохранилась до сих пор. Все знают, что благодарность своему любимому доктору – это хорошая бутылка коньяка. На эту… Давайте развеем этот миф. Да, прям вот, прям сейчас развеем этот миф. С развитием, да, платной медицины, да, коммерческой, уже никто не дарит спиртные напитки, шоколадки, конфетки и так далее. Я вас уверяю, что у нас до сих пор есть, у нас есть это до сих пор привычка. Как вас отблагодарить, говорит человек доктору. Доктор отвечает, после того, как изобрели деньги, это перестало быть проблемой. Да, вы правильно. Вы меня уже отбили, что бутылка хорошего качественного алкоголя – это практика мировая, в принципе. Это подарок. Подари, да, дорогой качественный алкоголь, в этом нет ничего с узорным. Китайцы вам дали, дали мешками. Может быть, советские традиции они как-то вот интерпретировались, да, но отблагодарить человека хорошему алкоголю, в принципе, ну, в этом нет ничего плохого, зазорного. Так вот именно хороший алкоголь продается в магазинах официально действующих, которым и хотят запретить торговать в субботу и в воскресенье. Если говорить там про инициативу Минздрава, вообще мне интересно, почему вдруг и Минздрав, и почему именно вот если запретить вот в субботу и в воскресенье пить, почему сразу резко упадет употребление напитки, что это… Потому что, как показывает практика, все-таки больше пьют по… Но это же, но это дело… По пятницам, субботам. В основном… Вот честно скажу, вот мы с Евгением Алексеевичем вчера побывали на одном из юбилеев, его сделали в воскресенье, никого не остановило, что это воскресенье. Мы не пригубили алкоголя, зная, что у нас сегодня программа, да и вообще, в принципе, не обязательно, даже такое мероприятие, как юбилей, не обязательно его использовать как повод напиться. Александр, это как раз право выбора. У человека должно быть право выбора. Абсолютно согласен. Давайте только мы вернемся к этому обсуждению через минуту. Нам нужно уйти на рекламу. Уже время рекламы подошло. Вернемся через минуту и продолжим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова